И прямо сейчас предлагаю выйти на связь с нашим гостем, связь по скайпу. Да, есть. А у нас сегодня гость потрясающий, и вот так хочется представить, что сделать сейчас Вильдан. Итак, глава администрации Черноморского района, Алексей Михайловский. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Крым. Хочется узнать по поводу того, как идет планомерно подготовка к курортному сезону, и что вообще сейчас происходит в вашем районе в плане реализации программ ФЦП, и как проходит режим самоизоляции. Уже завершили, наконец-то. То есть как сейчас выходить из него будете, да? Утро показывает, что режим самоизоляции постепенно выравнивается. Детские сады, группа у нас дежурная открыта. Первые детки у нас пошли со всеми, конечно, предосторожностями, и под контролем и Роспотребнадзора, и руководство отдела образования. Поэтому работаем. Дети в садики пошли. По подготовке к курортному сезону на сегодняшний день активно готовимся, потому что лету все равно быть, лето будет. Крым очень гостеприимный, Черноморский район всегда готов принимать гостей. Коллективные средства размещения наши все практически готовы. Это видно по ажиотажу и в строительных магазинах, и в магазинах, где там продаются разные сопутствующие товары. Поэтому мы ждем, в любом случае мы готовы. Касательно программ ФЦП, конечно, это наше Оленинское поселение, известный наш Тарханкут. Там тоже, в принципе, на завершающей стадии подготовка именно по водоподведению, водоотведению, газификации. Как только закончатся эти работы, сразу же перейдут к работе свои дорожники. В принципе, надеюсь, что к началу курортного сезона, у нас он начинается обычно 1-7 июля, мы, в принципе, сможем что-то уже предложить нашим гостям, как крымчанам, так и гостям с материка. Я знаю, что в Оленинске начали было ремонтировать дорогу. Как успехи с этими работами? Ну, понимание, как это будет происходить, есть. На сегодняшний день отработана полностью программа, и дорожная карта с и Минкурортов, и Минтрансом. Поэтому, как бы ни было, и служба автомобильных дорог, немного там были моменты перекоса со сроками совсем, недопонимание между подрядчиками, потому что под дорогой проходят все эти коммуникации. То есть, дорогу полностью убрали, сняли все покрытие, полностью перекопали. Конечно, в прошлом году были моменты с передвижением, но сейчас уже на дорожном полотном все работы основные закончены. Осталась там улица Ересеева, тоже большой объект. А дорогу, значит, тут уже подправлять, и я думаю, что по срокам мы успеем, которые нам ставил Минкурортов Крымавто, Минтранс и служба автомобильных дорог. В общем, будем летом ездить по новой, в новенькой дорожке. Отлично. Вы уже можете проехать на Тархангут по новенькой дорожке, если, ну, единственное, что не заезжая, конечно, в село, но это неправильно, потому что мы должны сделать. Объездная дорога на сам Маяк полностью готова. В самом селе, в самом поселении проезд немножко осложнен. Осталось только ждать и надеяться. Будем рассчитывать на то, что все будет в срок готово, и что успеем к началу сезона, который, как вы говорите, начнется в вашем районе с 1 июля. Это уже скоро. Да, это, во-первых, скоро. А во-вторых, скажите, пожалуйста, а вот как вы планируете контролировать сейчас в связи с тем, что сняли режим самоизоляции, все-таки недопущение коронавируса? Будут ли ходить патрули, которые будут контролить как раз-таки соблюдение масочного режима? И следить за тем, чтобы не было на улице тех граждан, которые находятся в особой группе риска, то есть это категория 60+, которым нужно до сих пор еще находиться дома. Ну, в любом случае, мероприятия, связанные с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, у нас сохраняются в полном объеме. Патрули, может быть, будут, не будут штрафовать, но предупреждать будут, особенно за категорию 65+. Поэтому, как бы ни было, мы мероприятия не заканчиваем. Профилактика должна быть, потому что от нас с вами зависит, как мы выйдем из этой ситуации. Если мы сегодня будем говорить, бросим все мероприятия и начнем обычный наш режим жизни, то завтра может все вернуться назад. И мы не сможем уже отыграть ситуацию в том виде, в каком она есть сейчас. Потому что на сегодняшний день мы, конечно, пусть и дальний регион, но ситуация пока стабильная. Я надеюсь, что, даст Бог, у нас ничего не случится, и мы сможем полноценно отработать весь курортный сезон с нашими крымчанами и с туристами с материка. Регион хоть и дальний, но тем не менее один из красивейших на полуострове. И я вот, насколько знаю, обычно к маю уже как раз таки проводились все работы по очистке пляжной территории. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией пляжи уже в порядок приводили, либо будут делать это несколько позже? Ну, пляжи, которые находятся на территории поселения, у нас всегда поддерживаются в чистом состоянии. А территории, которые находятся за пределами населенных пунктов, мы их подготовим. Ситуация была у нас осенью, мы отработали. Беляус, северную косу, так называемую. За границами все равно остается на сегодняшний день места, где есть все равно скопление мусора, как бы ни было. Поэтому мы готовимся, убираем пока своими силами. Я надеюсь, что люди, которые к нам приедут, увидят чистое побережье. На сегодняшний день пляжи, которые находятся в поселениях, практически готовы. Отлично! Хорошие новости! Спасибо вам большое! Желаем хорошего дня!